И хочу озвучить первый вопрос, вопрос Ленд-Лиза, что это даст Украине, насколько быстро будут результаты Ленд-Лиза для Украины? Ну, конечно, это беспрецедентный случай за последние 75 лет. Ну, по-моему, еще китайцы, по-моему, пользовались после войны подобной привилегией. Конечно, мы очень рассчитываем на то, что это обеспечит нас всем необходимым. Я буквально сегодня утром сделал пост на тему того, какую решающую роль сыграла во Второй мировой войне американская помощь, как, начиная от белья и заканчивая самым главным вооружением, подставлялась по линии Ленд-Лиза в Советский Союз. И еще там долгие годы один из моих комментаторов в социальных сетях написал, что я еще там в 50-е годы ел консервы где-то там на Дальнем Востоке, которые поступали по линии Ленд-Лиза в 40-е годы. И вот советские офицеры, семьи советских офицеров еще в 50-е годы питали с той тушенкой американской. Поэтому очень большие надежды, конечно, связываем. Это в значительной степени облегчит наше состояние, наше положение. И, кроме того, надеюсь, что благодаря Ленд-Лизу мы сможем и проконтролировать потом использование этих средств, чтобы не было злоупотребления, чтобы американцы получили возможность как бы оградить нас от тех проявлений коррупции, которые, к сожалению, имеют место уже на первой неделе нашего военного противостояния. Я даже недавно в магазине подошел к полке и начал смотреть на товары. Смотрю очень много товаров, которые не маркированы вообще по-украински. То есть это очень подозрительно, потому что до недавнего времени все товары, которые поступали на полки украинских магазинов, должны были быть сопровождены надписями на украинском языке или хотя бы на русском. А тут, насколько я понял, что-то на венгерском языке, какие-то виды товаров сопровождаются описанием, инструкции. То есть это немножко вызывает подозрение, что, к сожалению, не я первое в этом говорю, что многие товары, которые поступают как в качестве гуманитарной помощи, потом реализуются украинскими сетями как коммерческие товары. Известно, да, такая действительно проблема была. Об этом говорили волонтеры. Сейчас активно службы безопасности Украины по всей территории Украины просто вычищают, проводят зачистку. И каждый день у нас во всех телеграм-каналах можно увидеть новости о том, как эти продукты изымаются из магазинов и передаются все-таки по назначению. И тут берет гордость за то, как наши спецслужбы активно с этим борются, причем на всех уровнях. И пощады не будет никому. Даже, насколько я знаю, сейчас рассматривается такой законопроект о очень ужесточенных мерах, там до 8 лет лишения свободы за торговлю гуманитарной помощью. И да, действительно, вот сейчас проходят показательные, показательные такие вот ситуации. С гуманитарной помощью показательные аресты и в Киевской, и в Винницкой, и в Чернигове, и в Черкасской области. Да, это правда. И мы с этим будем бороться. И я вижу, что у нас Питер Залмаев уже пытается войти в эфир. Питер, вы нас слышите? Пока еще нет. Хорошо, давайте поговорим о втором вопросе. Очень интересную новость прочитала буквально вот две секунды назад. Ты руйнуешь... Ты руйнуешь майбутни своей краины. То есть ты разрушаешь будущее своей страны, сказал Шольц. Слышите нас? Да, да. Питер, вы нас слышите? Вы в эфире? Продолжим. Значит, во-первых, Шольц обратился к Путину на «ты». Во-вторых, Германия вообще поменяла полностью свое мировоззрение и свое отношение с Российской Федерацией. И сегодня Шольц говорит о том, что европейские границы всегда должны быть неприкосновенными. Как это можно расценивать? Это можно расценивать, что Германия наконец-то поняла, что есть угроза со стороны Российской Федерации или они пытаются занять сторону победителя? Потому что сейчас Германия нам помогает. И они говорят о том, что они будут поставлять нам оружие и всячески способствовать тому, чтобы Украина выстояла в этой войне. Ну, естественно, как и политическое руководство в любой другой европейской страны, политики в Германии очень чувствительны к переменам в общественном мнении. И за последние недели он произошел серьезный переворот в сознании многих европейцев. У меня сейчас дети рассеянные по всей Европе, внуки, и они мне присылают многочисленные фотографии украинских цветов украинского знамени, украинские гимны, которые поют на публичных местах, исполняют на всех концертах. Начинаются выступления симфонических оркестров по всей Европе, в Америке, в Канаде в исполнении украинского гимна. То есть сегодня украинские цвета украинского знамени самые популярные в мире. И звуки украинского гимна, соответственно, тоже. Поэтому, естественно, немцы, немецкое руководство не может оставаться безучастным. И они риторику свою существенным образом меняют, учитывая вот эти изменения в настроениях своих избирателей. Наблюдать, как за последние полгода изменились союзы между государствами. Раньше, вот если взять еще сентябрь месяц, август месяц прошлого года, были какие-то такие коротковременные ситуативные союзы, когда государства объединялись, налаживали какие-то то ли торговые, то ли энергетические связи. И вот февраль, вот это утро февраля, оно полностью изменило отношения между многими государствами. Например, сегодня Польша объявила о том, что они хотят вообще прекратить полные отношения с Венгрией. Более того, сказали, что Орбану нужен офтальмолог, чтобы увидеть то, что происходило в Буче. Мы видим, насколько блокируются сейчас поставки товаров из Европейского Союза и как Европейский Союз сейчас относится даже к энергетическому рынку, то есть заговорили о энергонезависимости. И я хочу спросить, как вы думаете, какие новые союзы будут самыми крепкими в ближайшие 3-4 месяца? Как вообще сейчас, какие государства, с какими государствами прекратят отношения, а какие, наоборот, станут сильнее? Вот, например, Индия, Китай. Какова их позиция? С кем они сейчас будут занимать? Чью сторону они будут занимать? Потому что, насколько я поняла, из последних заявлений, Индия и Китай готовы дать гарантии безопасности Украины. И, насколько мы понимаем, Индия и Китай хорошо общаются с Российской Федерацией. Как вообще дальше будет развиваться геополитические какие-то интересы мировых лидеров, мировых таких известных стран, как вот Британия, Индия, Китай, Япония тоже очень интересно? Ну, возвращаясь к началу вашего вопроса к европейской ситуации. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть, например, выход Британии из Европейского Союза, Brexit, крайне был негативным фактором в европейской стабильности. Но вот, тем не менее, в нынешней ситуации, наоборот, у Британии были освобождены свободные руки, они могли без оглядки на Европейский Союз действовать. И это действительно было нам на пользу, поскольку именно из Британии мы получили вот те вожделенные НЛАУ, другие системы, там, switchblade сегодняшние, да, которые получаем, которые воспринимаем как очень существенную помощь. И действительно, вот эта ось Британия, Польша, Украина, она наметилась, и уже были какие-то переговоры, там, как это закрепить даже этот союз на бумаге. Но мне кажется, что все-таки вот эти изменения в сознании европейцев, они приведут к тому, что и Венгрия будет вынуждена поменять свою позицию. Уже мы видим даже по голосованию той же Сербии в ООН, которая всегда была святее Папы Римского и была самым надежным союзником России на Балканах. А вот последние голосования в ООН, в Совете Безопасности, он подтвердил, что они уже солидаризируются как бы со всеми остальными европейскими странами. Поэтому я думаю, что в этом направлении будут позитивные сдвиги. Что касается Китая, ну, здесь надо всегда помнить, что у них достаточно в этом плане своеобразная позиция. То есть их интересует здесь и ослабление с одной стороны США и Европы, с другой стороны ослабление России, поскольку тогда она превратится вообще в сырьевой придаток для Китая, и он будет пользоваться энергоносителями вообще по бросовым ценам. Поэтому здесь их ситуация достаточно двойственная. Они, с одной стороны, вроде бы, из-за мирного решения конфликта на дно, исходя из своих собственных экономических интересов, получается, что не заинтересованы в быстром разрешении. Хотя, конечно, динамика цен на продовольствие, динамика цен на другие, критически важные для Китая товары, она может тоже поменять их позицию. Я думаю, что они как бы сидят сейчас вот как бы на заборе и наблюдают, как будет развиваться ситуация Индия. Насколько мне известно, за последние дни буквально выкупила там рекордное количество российской нефти Урал с беспрецедентной скидкой. То есть когда Урал сейчас торгуется там номинально там за 100 долларов баррель, они купили эту нефть по 65 долларов в количествах, которые там 7 раз превосходили их предыдущие объемы закупок. То есть это тоже свидетельствует о том, что они пытаются здесь ловить рыбу в мутной воде, пытаются выиграть в этой ситуации. Но они, к сожалению, очень зависимы от российских поставок вооружения, поскольку на 75% индийская армия зависима от российских поставок. И теперь нужно пересматривать им свою стратегическую позицию, переходить все-таки на стандарты НАТО. Но для такой огромной страны это требует некоторого времени. Поэтому я думаю, что здесь вот они пытаются тоже защитить свои экономические военные интересы, но не выступая однозначно на стороне России, поскольку, понятно, что осложнило бы их отношения с Америкой, которой в значительной степени зависит индийская сегодня экономика. Кто выиграет в этой войне в экономическом плане? Я говорю сейчас не о Украине и о Российской Федерации. Я сейчас говорю о том, что война открывает очень большое окно возможностей. Вы говорили уже о Китае. Кто еще, кроме Китая, будет в выигрышной ситуации? Ну, если мы вспомним эпоху того же Лиза Второй мировой войны, то самым большим в экономическом плане бенефициаром стала как раз Америка, поскольку она нарастила свои промышленные мощности. Это дало возможность здесь сбалансировать роль благодаря мудрой политике Этеодора Рузельта, роль государства и роль частного капитала. И это дало мощнейший рывок экономике. Она однозначно тогда после Второй мировой войны заняла лидирующие позиции, опередив ближайшего конкурента там, не знаю, 3-4 раза по объему своей экономики. Я думаю, что и сейчас не то, что это сознательно делается, американцами обостряется ситуация. Я далек от такой мысли. Но по факту сейчас получается, что и российская, и американская нефть, также сланцевая добыча сланцевого газа, сланцевой нефти, она дает возможность американцам нарастить. Я имею в виду рост цен конъюнктура на мировом рынке, делают прибыльными американские технологии по добыче именно сланцевого нефти и газа. И кроме того, их нефть и газ сегодня востребованы на европейском рынке, они получают преференции, поскольку многие отказываются от поставок российской нефти, а американские танкеры сегодня загружены на 100% и курсируют между Америкой и Европой, поставляя тот же сжиженный газ на те станции, которые за последние годы были построены. Поэтому я думаю, что пока, ну, судя по сегодняшней конъюнктуре, я думаю, что экономически это существенно ставит Америку в выигрышную позицию. Европейские страны, к сожалению, слишком большой зависимости были от российских энергоносителей, и сегодня рост цен на энергоносители сказывается, понятно, на их текущих экономических показателях. Они, к сожалению, могут просесть по оценкам экономистов. Может быть, существенно замедлен экономический рост в Европе, но как бы сами виноваты. Как кажутся, украинскую бачилу очень шоку пувалы. Я многие годы, последние восемь лет повторял, что надо поменять приоритеты с любую платформу, на которой мне удавалось донести свои мысли, то ли в эфире там BBC и американских масс-медиа. Я говорил, что вы, к сожалению, недооцениваете опасность этого кремлевского монстра. Это же у меня футболки были, на которые я ходил на эфиры, кстати, там тоже там Радио Свобода и BBC в свое время, где было написано «Олепо, грозный, веслан». То есть я хотел подчеркнуть, что если Путин мог за 3 километра, за 3 тысячи километров от Москвы, от России разбомбить 2-х миллионный цветущий сирийский город, а мне это очень близко, поскольку я по первой специальности переводчик арабского иврита, я долгие годы работал на Ближнем Востоке, я помню, каким вожделенным местом для моих коллег-арабистов была работа, был Олепо, арабский, где были прекрасные условия наших коллег в то время арабистов. И вот этот город превратил Путин за несколько недель в руины. Он собственных детей в Беслане расстреливал в школе гранатомета. Он собственную столицу федерального образования Сню, грозный, сравнял с землей. Так почему, я спрашиваю там многократно, почему вы думаете, что он то же самое не может сделать с украинскими городами, с тем же Харьковом, который там в 15 километрах от границы, или с Мариуполем, который в 10 километрах от захваченной России территории. Поэтому для меня... То же самое, что и происходило. Вот предыдущий мой гость, он уже говорил о том, что да, сейчас Мариуполь сравнивают просто с землей, так как это было в Алепе. И те методы, которые сейчас применяют по отношению к Украине, применялись к Сирии. Более того, уже назначено новое командование, которое в Российской Федерации, которое будет действовать теми же методами, которые и действовали в Сирии. Эти люди, они были ответственны за спецоперации в Сирии. И один из людей, который сейчас командует облогой Мариуполя, осадой Мариуполя, перевожу просто с украинского, извините, да, он действительно ответственен за тысячи убитых, невинных жителей Алеппы. И вот сейчас это зло пришло к нам. И на самом деле очень страшно вообще говорить о последствиях этой войны, этого геноцида, который сейчас происходит, потому что мы не сможем, ну, наше поколение, поколение наших детей никогда не сможет это простить и забыть даже на каком-то эмоциональном уровне. Я уже не говорю о каких-то дипломатических отношениях с Российской Федерацией. Я даже не знаю, как сейчас садиться за стол переговоров нашей переговорной группе и договариваться о мире, потому что то, что открылось сейчас, и это же еще не полная картина, она повергла мир в ужас. Ну, есть классическое определенное дипломатии, это попытка гладить собаку одной рукой, второй рукой, подыскивая там палку или намордник до этой бешеной собаки. Поэтому здесь можно оправдать участие Украины в этой переговорной группе только ради налаживания этих гуманитарных коридоров, чтобы можно было эвакуировать максимальное количество наших сограждан из осажденного Мариуполя, из других окруженных городов или захваченных российскими войсками городов. Поэтому я бы не сбрасывал со счетов важность этих переговоров. Другое дело, что ожиданий от них у меня абсолютно никаких нет. И мне вообще было непонятно вот это маниакальное желание того же там Зеленского встретиться с Путиным. Ну, 30 лет с ним встречались руководители Азербайджана, Грузии, Молдовы. Ну, не с ним, а до него еще там с руководителями Ельцинской России каким-то образом это помогло разрешить кризис в Карабахе, Осетии, Абхазии или Приднестровье. Наоборот, таким образом только затягивался этот узел и пока тут же Карабахи не был нанесен удар высокоточным вооружением, которое сегодня украинские войска получают от западных союзников. До тех пор никаких изменений в ситуации не происходило, поэтому я бы не было у меня никаких завышенных ожиданий и нет от переговоров. Вообще верить Путину это себя обманывать. Это человек, который исключительно мне того слова правды вообще не произнес за последние не то, что там недели, месяцы и годы. Вспомним те же его лживое утверждение, что там на территории Крыма и Донецка нет никаких российских войск, что это все местные отряды самообороны, что можно купить в любом военторге эту форменную одежду. ну то есть я испытываю к этому человеку самое отрицательное чувство, поэтому и сегодняшняя ситуация, она только подтвердила мои самые страшные опасения. Вот вчера там хоронили Жириновского, так получилось, что я об этом персонажа узнал еще в конце 80-х, я заканчивал факультет восточных языков, военного института иностранных языков в Москве, и у нас на кафедре ближневосточных языков были бывшие сокурсники Жириновского, бывшие его даже преподаватели, помню, Ковалев рассказывал много о нем, наш преподаватель. Так вот, то, что он был тогда еще агентом КГБ, ни у кого не вызвал никаких сомнений, что он был кооптирован в свое время во все структуры КГБшными агентами, КГБшными своими руководителями, то есть тоже там студент 4-го курса Института страны Азии Африки, каким он был тогда, был депортирован еще в те годы, в 67-м году из Турции за как раз информационные какие-то там провокации и операции. И он использовался все эти годы для того, чтобы с одной стороны вбрасывать различные провокационные месседжи, которые с одной стороны должны были максимально эскалировать вот эту ненависть в российском обществе гражданском, а с другой стороны зондировать почву, дать возможность Кремлю проверить, насколько это будет воспринято какой-то абсолютный ужасный какой-то нарратив, или все-таки это будет воспринято более-менее лояльно. И вот я всем рекомендую посмотреть его интервью, которое он дал за 4 дня до своего, до первого тура, вернее, президентских выборов в Украине, по-моему, канал назывался «Правда 24», московский, где он буквально по полочкам разложил все, что будет происходить в украинской политике в ближайшие месяцы и годы. Он был уверен в победе Зеленского. Он же сказал, если победит Украина, не победит, чтоб я сдох. Ну вот, Жириновский умер, ждем нашей победы. Почему настроен оптимистически? Я вам скажу, нам-то бороться есть за что. Мы же боремся за свою жизнь, за свою землю, за своих детей, за их будущее. А с той стороны борются за идеологию смерти и убийства. И здесь я согласна с Зеленским. У нас мотивация намного больше, чем у Российской Федерации. И да, в целях своей же безопасности нам помогает целый мир. Мы об этом прекрасно знаем и прекрасно понимаем. Я честно вам очень благодарна за ваше терпение, за то, что вы профессионал своего дела и вы остались в эфире вопреки всему. Хочу напомнить у нас в гостях Дмитрий Чекалин.